МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Чистота и порядок. В Рязани прошел общий городской субботник. Ветер мглою, небо кроет. Ураган наделал в регионе немало бед. Вода, грязь и плохая погода. Именно так прошел чемпионат внедорожников. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. К сожалению, это пока не про нас. Так показал субботник организованной администрации города. Субботники были организованы на 15 городских площадках. В парках, скверах, на зеленых участках улиц. Подробности далее в сюжете. Одной из точек дислокации трудового десанта муниципальных предприятий стала Лысая гора в Солочи. Перчатки, мешки и грабли стали главным орудием за чистоту. Телеканал «Город» решил присоединиться к общегородскому субботнику и помочь администрации убрать эти горы мусора. Здесь его действительно много. Одним субботникам, конечно, не обойдется. Лесная сказка заканчивается, как только нога человека ступает в эти заповедные места. Печально, что виноваты в горах мусора сами люди. Более того, некоторые даже убрали за собой последствия бурного отдыха в пакеты, но взять забыли. Расстаивший снег вместо подснежников обнажил белые пакеты, которые, к слову, очень долго разлагаются и наносят вред экологии. Убирать за несознательными гражданами из года в год приезжают представители администрации города и муниципальных предприятий, в частности, работники автоколонны. Были проведены работы по сбору и вывозу мусора из сухих ветвей в районе Лысой горы в Солочи. Больше всего бутылки, конечно. Бутылки и фантики. И бутылки, вы знаете, даже такое ощущение, что их специально бьют. То есть не просто выбросили, и мы потом могли бы достаточно быстро убрать. А приходится осколки собирать, для того, чтобы не поранились. Потому что дети здесь же много отдыхают, гуляют. Поэтому актуальность данного опроса, она стоит остро. Они самые настоящие борцы за чистотом. На субботник в Солочи приехали более 200 человек. Было вывезено 12 самосвалов мусора. А ведь самое интересное, те, кто не привык за собой убирать, приедут сюда еще не раз. Культура отдыха должна повышаться. Приедет сюда неделю назад, для прогулок воздух хорошо, а на взгляд много всякого мусора валяется. Очень прошу, чтобы люди культурнее себя вели. В уборке мусора администрации города помогали сотрудники МЧС, которые распиливали сухой валежник и грузили в самосвалы. Весь остальной мусор был собран в пакеты. Их количество впечатлило даже тех, кто участвовал в субботнике. Впечатление, конечно, ужасное. Мы сегодня были на Лысой горе, убирались. Конечно, это всеми любимое место, всеми нами, рязанцами. Но мусора, конечно, очень было много. Собрали очень много мешков. И мусор различный, и бутылки, и бумажки. Это был второй из трех общегородских субботников, организованных администрацией города. В нем приняли участие около тысячи сотрудников муниципальных предприятий, организаций и структурных подразделений администрации. Совместными усилиями было приведено в порядок 15 городских площадок. Общее количество вывезенного мусора – 180 кубометров. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Ураган, захвативший большую часть центральной России, наделал немало бед и в Рязанской области. Из-за сильного ветра без света остались населенные пункты, а в областном центре были пострадавшие от падения деревьев. Подробности далее. У природы есть плохая погода. И последствия от стихии огромные. Предупреждение сотрудников МЧС можно было увидеть на каждом городском экране. Советы были очень простые. Не стоять под деревьями и рекламными щитами, а лучше всего вообще не выходить из дома. В первые часы урагана все сообщения касались только оборванных троллейбусных проводов. Уже к вечеру стихия разгулялась. В сеть попали фотографии упавших деревьев. Ветер также срывал элементы крыш, а на некоторых улицах города движение автомобилей было парализовано. Пострадали и дорожные знаки. А вырванные с корнем деревья падали на припаркованные автомобили. Высота этой ели более 10 метров. Ураган, который произошел 21 апреля, она пережить смогла. А вот ее подруга, дерево по другую сторону здания, упало. Прямо на пешеходную дорожку. К сожалению, пострадали в урагане и люди. В городе Дягилево рухнувшее дерево придавило 28-летнюю девушку. С переломом ноги ее доставили в больницу. В Канищево дерево упало на 41-летнего мужчину. Как итог, сломанная нога. Добрался ураган и до Касимова. Ветер срывал шифер с крыш, а на дорогах сплошь и рядом лежали сломанные ветки. По словам администрации города Рязани, уборка последствий урагана может занять несколько часов. Валерий Седов, Олег Парамзин. При участии Касимов ТВ. В России по-прежнему две всем известные беды и обе связаны с дорогами. По данным госавтоинспекции, за прошедшую пятницу и выходные дни в регионе зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибло и 14 получили травмы. Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено почти 7 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье около 15 часов на 34-м километре автодороги Шацк-Сасово-Касимов, 29-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Фольксваген-Джетто», не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газель». В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок, который был пассажиром автомобиля «Фольксваген-Джетто». Он был доставлен в больницу. Водители транспортных средств не пострадали. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются. По данным пресс-службы областного суда, экс-зампред регионального правительства Дмитрий Андреев подал апелляцию на вынесенный ему в феврале приговор. По некоторым данным, он также отказался от услуг своего адвоката. Прокуратура приговор пока не обжаловала. Решением суда Андрееву назначили наказание в виде шести лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов. Следствие предъявило бывшему политику обвинение в том, что он бесплатно пользовался «Тойотой лэнд-крузер» гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», а учредитель ОАО «Вакинская агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Кроме того, чиновник похитил 500 тысяч у экс-замглавы Минсельхоза. Суд признал Андреева виновным во всех эпизодах дела. Вечный огонь является символом великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это негаснущая лампада – живое напоминание о героизме и стойкости. Но мало кто задумывается над тем, благодаря кому этот огонь горит. А горит он благодаря рязанским газовикам. Ежегодно по доброй традиции рязанские газовики готовят вечные огни к Дню Победы. Техническое обслуживание систем газоснабжения памятников с вечным огнем проведено на площади Маргелова и на Скорбящинском мемориале. Работники «Рязань-Горгаза» выполнили весь комплекс работы для поддержания и исправности газового оборудования вечных огней. Отрегулировали и смазали запорное устройство, продули и опрессовали газопроводы, почистили от нагара чаши, удалили накопившийся мусор, отрегулировали работу горелок. Эту работу мы доверяем только лучшим сотрудникам, потому что поддерживать пламя вечного огня для нас это почетно, но очень ответственная задача. Акция, в рамках которой мы делаем это, вот уже несколько лет так и называется – «Священный долг – вечная память». На площади Маргелова и Скорбящинском мемориале газовики зажигают огонь памяти к значимым датам по заявке городской администрации. Но техническую исправность оборудования необходимо поддерживать всегда. И сейчас, за две недели до Дня Победы, все готово. Пламя вечных огней будет торжественно зажжено непосредственным перед проведением праздничных мероприятий. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязань всегда считалась одним из самых заболотистых мест страны. Само название города некоторые ученые связывают со словом «ряса», что значит «болото». Отправиться в леса добровольно согласится не каждый, ведь утопить свой автомобиль проще простого. Однако профессиональных гонщиков, да и любителей экстремального вида спорта, это не останавливает. Подробнее расскажет Валерий Седов. Мы находимся на гонках ветка сакуры. Сами соревнования еще не начались, а машина уже застряла в грязи. Вода, грязь, да и погода не самая подходящая. Так, Рязань встретила участников, которые прибыли сюда из разных уголков России. В большинстве своем здесь встречаются ветераны подобных заездов. Всего в гонке участвуют около 500 человек. Ждет наши рязанские непроходимые болота, места, ну плюс погода, сами видите, какая много, очень много воды. Ветка сакуры проходит не в первый год, но в 2018 гонки вышли на новый уровень. В этот раз мы сделали гонку официальную, которая соответствует требованиям ЕВСК. И очень много приехало лицензированных спортсменов, которые будут здесь добывать себе баллы для участия в чемпионате России уже. Больше всего здесь рязанцев и москвичей. Но есть представители и других регионов. Антон приехал из Коломны. Его транспорт – это американский Берпи. Рязанские трассы он попытается покорить впервые. В заезде стартует в первых рядах. Ваши соревнования в Рязани. Первый раз приехали. Очень рекомендовали. Проходит уже не первый год. Положительные только отзывы, поэтому будем стараться. Все участники знают, что их ждет. И подготовились к этому. Станислав из Зарайска, а его друг из Паск-Рязанского. Мужчины шутят, что команда у них сборная. Трассу они будут покорять на автомобиле ВАЗ-21214. Конечно же, с небольшими изменениями. Ну, немножко она, чуть-чуть подготовленная. Ну, в каком смысле? Вот сноркель выведен, чтобы не утонуть в наших болотах в Рязанских. На главе у Станислава повязка, которая осталась с прошлой ветки Сакуры. Сейчас это уже Талисман. Его команда стартует во второй волне. Всего таких волн семь. Вначале – легкий транспорт. Потом стандартные автомобили, которые совсем не переделывались. При главном соревновании допускается только смена резины на колесах. Следующий старт для ТР-1, ТР-2, ТР-3 и Абсолют. Чем выше класс автомобиля, тем больше в нем изменено. В классе Абсолют – машины, в которых уже не узнать былого кузова. Сейчас они – лишь остов. Основная цель гонки – это взять как можно больше точек и вернуться с ними на базу. GPS-координаты каждой даются штурманам команды еще на старте. Поэтому ветка Сакуры – это не только гонка, но еще и спортивное ориентирование. Вода, грязь и сломанные ветки. Все это необходимо преодолеть водителю для того, чтобы добраться до точки и сфотографироваться рядом с ней. Притом, одна рука должна быть на табличке, а другая – на номере автомобиля. Только тогда считается, что точка взята. Для разного класса автомобилей количество точек свое. Да и расположены они с фантазией. Например, организаторы помещают их в болото или речки. Доехать до них можно, но с трудом. Однако на дорогу придется вытаскивать автомобиль уже лебедкой. По регламенту пользоваться можно только одной. Если есть другая, ее пломбируют. Также в каждом автомобиле лежит якорь. Его используют, если рядом нет деревьев. Для новичков такой заезд – это что-то вроде развлечения. Константин с командой участвует впервые. Говорят, что долгое время были зрителями, а в прошедшие выходные решили поучаствовать. Для них это было настоящее приключение. Они несколько раз увязли в грязи, с трудом искали каждую точку, а в конце концов застряли в большой воде. Команда не расстраивается. Говорят, что немного ремонта и можно выдвигаться в путь. Ну, кто знал, Нива вроде проехала, а мы за ней. А тут он начал очень плохо себя вести, дабы не затопить его. Пришлось осаживать. Сейчас вот промоемся, прочистимся. И я думаю, в объезд поедем. Гонки внедорожников «Ветка Сакуры» идут несколько часов. По словам организаторов, обычно они заканчиваются в 6 часов вечера. Правда, бывали случаи, когда участники продолжали гонку и на следующий день. Здесь важнее не борьба, говорят они, а сама атмосфера. В понедельник, после соревнований, люди отправятся на свою привычную работу, а автомобили займут свое место в гараже, где они будут ждать следующую «Ветку Сакуры». Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». Пока одни ищут в лесах острые ощущения, другие отправляются спасать заблудившихся, невзирая на погоду и время суток. Подробности далее в сюжете. Помимо спасателей, на помощь к людям спешат волонтеры. Алексей Матвеичек занимается добровольчеством более четырех лет. Он вместе с единомышленниками выезжает к пострадавшим в любое время дня и ночи. За эти годы он накопил определенный опыт, как вести себя в случае дезориентации на местности. Необходимо с собой взять компас, мобильный телефон, с собой обязательно нужно попить взять. Да, бутылочку воды обычную 0,5 либо литр. Обязательно нужно взять что-нибудь покушать. То есть можно какие-либо конфетки, потому что они питательные. Ну а перед тем, как идти в лес, обязательно нужно сообщить об этом родственникам. То есть примерно маршрут, куда пойдем, во сколько вернемся. Чтобы были те люди, которые смогли в случае чего забить тревогу. Незаменимыми помощниками в поисках людей являются братья наши меньшие – собаки. Эту чудесную собаку зовут Медея в породе Ньюфаундленд. Эта девочка – настоящий герой. Она спасла не одного человека. Сейчас Медея три года, но она уже два раза привозила призовые места с всероссийских соревнований Службы спасения на воде из Ейска. В 2016 году она стала первой, в 2017 – второй. Собака полностью занимается на воде, ищет, смотрит. Даже если просто дети купаются, собака все внимание уделяет просто чистой воде. Марина признается, иногда и ей хочется отдохнуть и провести время с семьей. Но в лесу есть те, кому нужна помощь. Женское сердце и мужской характер не дают расслабиться. Она говорит, что в поисково-спасательный отряд Лиза Аверт пришла благодаря своей любимице. То внутреннее чувство, когда хочется помочь человеку, ты понимаешь, что он там один. Неважно, это лес, болото. То есть в болоте очень легко провалиться, вылезти уже практически невозможно без посторонней помощи. Медея срывается с места, как только видит воду. Она может ждать на берегу, но если только увидит опасность, сразу бежит спасать утопающего. Сезон для пикников в лесу и походов за грибами и ягодами открытые волонтеры предупреждают, что необходимо быть осторожнее. А самое главное помнить, что сейчас не обязательно ждать три дня, чтобы заявить в полицию о пропаже человека. Сотрудники обязаны отреагировать сразу, как поступит заявление. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв и в социальных сетях. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok.